Одесситы теряют еще одно историческое достояние города – доходный дом Митрофана Шимановского, расположенный в переулке Маланово, 12. Забили тревогу местные жители уже давно. Однако после того, как два дня назад с их дома отвалились очередные куски фасада, горожане вновь напомнили чиновникам о себе, написав обращение на сайте 1535. Они пишут, обваливается фасад и падает на голову. Это памятник архитектуры, но даже если никто не хочет выделять из бюджета на ремонт дома, то сделайте хотя бы так, чтобы на голову не падали камни. Обяжите ЖЭК уже хоть что-то делать. Коммунальные платежи платятся исправно, а по дому ничего не делается. Одним аварийным фасадом здесь не обошлось. Если зайти в арку, ведущую к парадным, то картинка краше не становится. Большие трещины на стенах, облицовка обваливается огромными кусками. Вид, конечно, ужасающий. Ходить страшно, отсыпется с обратной стороны, с той стороны сыпется. Вот здесь вот обвалилось. Выбрали вот недавно, позавчера. Страшно. Понимаете? Даже вот я живу на втором этаже, то же самое печет и обвалено. Ну, все. Отметим, ранее у памятника архитектуры отвалились куски карниза. Теперь там виднеются деревянные основания. Еще несколько дней обильных осадков. Эти деревяшки наберут влаги, тогда рухнуть может все. Эти старые дома в другом сыпятся. И с той стороны, где Нежинская Ева, там вообще кошмар. Отвалилась и мемориальная доска, свидетельствующая о том, что это памятник архитектуры. Доходный дом статского советника Митрофана Шимановского. 1894 года постройки. Как ни прискорбно это осознавать, но сегодня Одесса не принадлежит одесситам. Чиновники и большая часть депутатов не мыслят категориями служения и в ближайшее время вряд ли начнут. У них другие цели и задачи. А тем временем Старая Одесса разрушается. Город становится опасным не только для жителей, но и для туристов.